В городе идёт работа по заключению договоров на содержание внутридомовых приборов учёта со специализированными организациями. В соответствии с постановлением правительства, ответственность за содержание газового оборудования возлагается на жильцов. На данный момент на курорте газифицировано 1929 домов, из них в 72 соответствующих документов нет. Связано это в основном со сменой управляющей компании или окончанием срока действия договора. На территории центрального округа 36 таких домов, на территории Хостинского района 27, Атлерский и Лазаревский 5 и 4 дома. Лазаревский и Атлер полностью поданы заявки на заключение договоров ОДГО. О необходимости заключения договора жители этих домов предупреждали неоднократно, ведь именно недопонимание либо халатность может привести к несчастным случаям. Тем не менее, в ответ департамент городского хозяйства нередко получает отказы. Однако, подчеркнул первый заместитель главы города безопасность стоит на первом месте, и этот вопрос необходимо решать как можно быстрее. Впервые город Сочи получил паспорт готовности к зиме. Первым, кстати, среди 44 муниципальных образований края. Вы отметили, что работы ещё много. Поэтому скажите, какие меры воздействия вы готовы принять к тем, кто не заключает договоры? Мы готовим письмо Межрегионгаз в организацию поставщик газа о необходимости ограничения этих домов от газоснабжения. К сожалению, другими средствами у нас не получается добиться положительного результата. В эту пятницу Мугдин-Чермит встретится с жителями, которые отказываются заключать договоры. На встречу будут приглашены и соответствующие контролирующие органы – жилинспекция и прокуратура. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, Владимир Киселёв, телекомпания ФКТ.